Всем привет! Это канал Silhouette Maket и с вами я, Настя. И сегодня в нашей рубрике «Вопрос-ответ» я расскажу вам о том, в каких форматах можно открывать и сохранять файлы в программе Silhouette Studio. Досмотрев это видео до конца, вы узнаете о всех вариантах импорта и экспорта в таких версиях программы, как Standard, Business, Designer и Designer+. Итак, приступим! Давайте начнем со стандартной версии Silhouette. Нажмем кнопку «Открыть» и развернем список возможных форматов файлов. Давайте быстренько перечислим их и коротко разберем, какой формат для чего. Первые три формата Silhouette Studio V3 и V2, а также Graphics File Standard, являются форматами Silhouette Studio. Следующие два формата, GSD и DXF, относятся к векторным форматам. Причем DXF является открытым векторным форматом, служащим в целях обмена файлами данных графики. Именно он может нам помочь при открытии файлов из сторонних программ, например, таких как Corel. Ну а форматы PNG, JPEG, BMP, GFTIF являются форматами хранения растровых графических изображений. Выбор форматов для открытия файлов в принципе большой, чего не скажешь про список форматов для сохранения файлов. Давайте откроем его, нажав кнопку «Сохранить». Перед нами появилось три варианта Silhouette Studio V3 и V2 и GSP. Причем формат GSP предназначен для использования только режущим плоттером Cameo, так как файл GSP специально отформатирован для сохранения непосредственно на SD-карту и в программе Silhouette Studio не открывается. То есть после того, как мы создадим макет, мы сможем его сохранить только в формате Silhouette Studio, который можно открыть только в этой программе. Теперь перейдем к платным версиям программы, таким как Business Edition, Designer Edition и Designer+. А начнем с Designer Edition. Здесь в списке файлов, которые можно открыть в этой версии, прибавляются такие форматы, как Graphics Files Designer, так как мы находимся в дизайн-версии, также универсальный формат векторных графических файлов для Windows-приложения Windows MetaFile и усовершенствованный формат метафайлов Windows Enhanced MetaFile. Еще один добавленный формат – Portable Document Format, более знакомый всем под названием PDF. Это открытый формат электронных документов, поддерживаемый большинством современных печатных устройств. Также в этой версии появляется возможность открывать файлы в формате SVG, знакомый нам по плоттерам Browser. Сам по себе SVG формат хорош своим легким весом и при этом высоким качеством изображения. Может хранить также и смешанный векторно-растровое изображение. Ну а возможности сохранения файлов остаются неизменными. Следующий апгрейд программы после Designer Edition – это версия Designer+. Давайте поочередно откроем списки форматов для импорта и экспорта в этой версии и посмотрим, что добавилось здесь по сравнению с предыдущими списками. Это в основном форматы для хранения рисунков вышивания, используемые в различных моделях швейных и вышивальных машин. Это форматы JF, PSBrother, XXX, DST, а также добавляется формат EXP. В списках форматов по сохранению по-прежнему никаких изменений. Теперь перейдем к Business Edition. В этой версии самый богатый выбор форматов как для открытия файлов, так и для их сохранения. Для открытия файлов добавляются такие форматы как Graphics Files Business, Carrel Draw для Corel, Adobe Illustrator для иллюстратора и еще один формат Adobe Encapsulated Postscript. Ну и самое главное, появляются такие форматы для сохранения файлов как SVG, PNG, JPEG и PDF. Конечно же, в бизнес-версии самые комфортные условия по работе с форматами. Они экономят наше время, которое мы бы потратили на конвертацию файлов. Да и в принципе в этой версии много дополнительных бонусов, о которых мы еще будем говорить на нашем канале. Но в ней есть всего один минус. Эта версия, как и Designer Edition и Designer Plus, платная. Поэтому здесь выбор за вами. Ну и в принципе для домашнего использования и небольшого бизнеса, в котором вы не сталкиваетесь с большим количеством форматов, вам подойдет стандартная версия. Ну а подробные уроки обо всех инструментах в Silhouette Studio вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которая появится сейчас у вас на экране, а также будет в описании под видео. Ну а чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Так я буду уверена, что мы с вами обязательно встретимся снова. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. А вы? И я буду с нетерпением ждать нашей встречи. И я буду с нетерпением ждать нашей встречи.